Короче, две девки стоят на остановке, а мы решили, ну, ехали мимо, решили к ним подойти. Полчаса есть, давай. Сейчас. Тут камера, не пари. Сейчас я спрятал. Вторая, ну, вон та длинная, ничего. Ты снимай, может кто-то здесь беспалево снимает. Снимай, короче. Факт, я уже забрал. Да. Да, вы не поверите, я Илья к вам. Да? Привет. Привет. Какие вы, кстати. Какие? Какие-то такие все прям. Яблоки. Красивые, да. Только возле помойки как-то, вот, не знаю. А, ну, мы... Я просто... Она не носит. А что, мужик какой-то вас заберет сейчас или что? Ну, я вообще замужем. Не, я тоже, если что, замужем, как бы. А ты... А мне за одинаковым человеком замужем. Дождите, а ты не замужем, случайно? Нет. Не, ну вы классно выглядите, кстати. Спасибо. Два мужа у вас один и двоих получается, да? А? Один и двоих мужчин у вас заберет. Нет, она со мной не делится. Давай, это... Не знаю, я буду кандидатом в твои мужья. Как тебя зовут? А ты будешь кандидатом в мои жены, там, допустим. Меня Вова зовут. А тебя? Меня зовут Катя. Вова, давай я сейчас... А уже подъехали, что ли, Катенька, или что? Нет. Какая-то быстрая, стой. Я просто запишу номер. Нет, давай так, смотри. Я, как мужчина, привык звонить первым всегда. Ну давай, я пишу, я просто незнакомые номера не беру. Я тебе позвоню, просто скину, ладно? Сейчас тогда, да, да. Слушай, а че... Делай дозвон. А че так это... Сейчас у меня машина, телефон. А че так резко приняла решение, что надо мне, короче, там, дать свой телефон или что-то такое? Ну... Мы же друг друга даже не узнали с тобой. Мы не узнали, но... Там был куда-то? Сейчас, погоди. Есть им? Вот, смотрите, это... Как его? Не, а вдруг я там плохой, как-то не... Мне имя твой понравилось. Да? Ну я же не сибирально. Адзи, а я еще раз от тебя, я просто... Катенька. Нет, смотри, он какой-то странный. Я рыжий и странный. Да, да. Не, Катенька имя, это, конечно, хорошо, но я просто тебе советую, как бы, со старости своих лет, я понял, я тебя не приглашаю. Я пока... Со старости... Нет, я тебя обязательно потом прокачу, смотри... Не-не-не, у меня свои машины есть. Ну нет, ну а я тебя на свои быкатаю, почему нет? Ну почему бы... Не, я просто не такой быстрый, то есть, смотри... То есть, ну не надо быть такой доверчивой к мужикам. Сейчас, извини, пожалуйста. Да. Алло. Ваши добрые лица какие-то, что? Присаживай, чтобы я не доверяла незнакомому мужчине. Не, ну я классный, добрый чувак, мне можно доверять. Я как бы... А после метро? Ну если маньяк, то так в хорошем смысле. Блин, что-то надо застегиваться, что ли, мне кажется, холодно. Ну что, смотри, мне тоже его понадобится. Ну да, я разворачиваюсь. А кто подъезжает-то, ее друг или твой? Ее бывший. А? Он все добивается. Господи, пусть застрелится, ладно, смотри. Катенька, сколько тебе лет? Много. Сколько? 25. Отлично, в самый раз. Вот, кстати, у тебя офигительные ноги. У тебя тоже. У меня еще юбка красивая. Подожди. Да. 8-9 раз. Короче, смотрите, не, на правду надо ехать, мы торопимся. Я бы с удовольствием, кстати, тебя пригласил чай попить. Я кофе люблю. Ну, отлично, я буду пить кофе, оттуда не чай, а ты будешь пить кофе. Хорошо. Главное, что бухать не будем. Нет. Ну, потом как-нибудь у меня дома, когда-нибудь, тихо-тихо-тихо. После знакомства с вами родись. Да, то есть я тебя свожу в Савару, познакомлюсь с моими родителями, вот. И после этого придем ко мне, возьмем винище какое-нибудь красного, классного, может шампанское. Ну, короче, пока пить не будем. Хорошо. Холодно. Дети мои, давайте, вам хорошо доехать. Как у тебя лет? Мне 31. Ну, ты хорошо вылетаешь. Ну, да, я как бы, у меня все работает еще, соответственно. Ладно, давайте, я поеду, пока ваш чувак не приехал, я на добром струбусе. Все, давай, тебе тоже обалденно лучше. Бумажки. Бумажки. Ну, все. Ты, кстати, ну, вы обе, ты просто как бы уже не свободна, поэтому общаюсь с ней. Ты очень такая прям милая, добрая. Я так, как бы со мной не общалась. Нет, прикольная ты, кстати. Ты улыбаешься, мне нравятся такие девушки. Ну, давай, все, хорошего. Пока. Счастливо, пока. Двух слова прокомментируй, я продолжу как-то экшен. Давай. Да, стояли две девки на остановке, а мы просто как бы ехали с Тимой мимо и, собственно, А сними еще раз, мне нравится, который слева, я, кстати, не зря это саду. С левой? Да. Справа она, короче, замужняя. А слева еще Катя, справа. Она звонила еще раз, да? Да, да. Смотри, я уже уже снял. То есть, в принципе, все очень просто. Ты вылазишь из тачки, не надо никаких там опускать окно, там, или там, девушка, там, привет, давай подвезу. То есть, такого бреда быть не должно. Вышел, пообщался, взял телефон, уехал. То есть, и не надо предложить подвезти. То есть, как бы мужики пытаются сразу там подкупить, давайте подвезу, давайте то, давайте все. Ты не такси, ты подошел знакомиться. Если, конечно, ты едешь утром на работу, да, и стать классная девка, то, как бы, ну, если тебе по пути подвези, ради бога. То есть, а если нет, то, ну, не надо подвозить. А на самом деле, мужик, как ты видишь, все просто, ну, как просто, реально. То есть, блять, вот дальше некуда. А вы, блять, не знаю, едешь на тачке, увидел телок, то есть, подошел, познакомился, завтра позвонил, там, пригласил на свидание. Ну, на первом, ну, тире, на третьем свидании, как сможешь, залез на эту девушку, не знаю, понравилось, извинился, блять. То есть, это нереально просто, вы не представляете, насколько это просто. Вот, и прикол в том, что, сейчас, погоди, мужик, давай, давай, давай. Прикол в том, что, куда он нас ведет? В том, что, блять, а вы вот сидите там, что-то, блять, собирайтесь духом, не знаю, какие-то читайте техники, что-то еще там, ходите на какие-то там спиддейтинги, я не знаю, это вообще просто для... Какие-то там форумы, какие форумы, просто вышли, сели в тачку, прокатились по городу, увидели телку, подошли, взяли телефон, заинтересовали, естественно, и перед этим, и все. Так что, ребята, хорош сидеть там.